Ну, постепенно мы с вами шагаем. В школе номер 14 почти 60 лет. Состояние хорошее, но с дизайном нужно поработать. И мебель в некоторых классах обновить, говорит Анатолий Пахомов. Впрочем, основные требования к обеспечению учебного процесса и к безопасности здесь выполнены. Нет претензий к подготовке к учебному году школы номер 13. С 14 они практически ровесники. Но и здесь состояние зданий неплохое. А современные технологии помогают не только в учебном процессе. 11-й, 11-й, любой фотографии будут. Вот пошли ребята, вот пошли мальчишки. Древо выпускников появилось в 13-й школе в этом году. А скоро QR-коды откроют всю историю учебного заведения. История 13-й школы считают здесь немыслимо без недавно ушедшего из жизни человека, который много лет преподавал именно историю и был директором. Для нас, для нашей большой семьи, это очень важно. Мы присвоили школе имя предыдущего директора, Гагина Бориса Горевича, который отработал здесь 30 лет. Еще несколько лет назад у властей были сомнения, можно ли привести в порядок старое здание школы номер 2. Оказалось вполне возможно, благодаря шефам-единоросам. Сделали систему водоотведения, заменили потолки и напольное покрытие. По мнению главы Сочи, созданный тандем администрации шефа оказался эффективным. Все, в принципе, привели школу, и не скажешь, что она очень старая. И такие все школы старые. Мы сейчас ездим, да? Они крепкие, чем раньше построены. И сделаны хорошо, вот везде, где бы мы ни были, везде школы. Прямо школы хорошие. Впрочем, важны не только деньги, но и отношения к школе самих детей и педагогов. Мы создаем уют и привлекаем к этому всех и наших детей, чтобы своими руками, когда они вместе с нами и с учителями совместно мы проводим субботники, тогда они оберегают школу, и школа может иметь вот такую вот большую историю и хорошее состояние. В этом году здесь потребовались лишь некоторые обновления. Так поменяли столешницы в столовой. Из более серьезных перемен – второй пункт охраны. В этом здании вторая школа находится с середины прошлого века, а основана она гораздо раньше, размещалась рядом с нынешним фестивальным и в следующем году отметит 100-летний юбилей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».